Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые студенты. Наша очередная встреча. И как в прошлые разы мы все время говорим об нашей тяжелой ситуации, которая сложилась сейчас в пандемических условиях и как мы ее мужественно преодолеваем. Честно могу сказать, что все мероприятия, которые САФУ принимает в части локализации этого инфекционного процесса, они носят довольно-таки успешный характер. Мы идем с минимальными потерями. Среди числа заболевших сотрудников и числа заболевших студентов тяжелых случаев заболевания у нас не было. Большое счастье, что у нас не было летальных исходов. И тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что все меры безопасности, которые мы своевременно принимали, в частности, сам напиток соблюдения режима, своевременные приказы о переводе на дистант, своевременные приказы о том, чтобы максимальное количество студентов выехало из общежития и уехало по своим домам, имеют свои достаточно значительные плоды. Это хорошо показало сейчас и длительное вот это каникулярное время праздничное, которое мы отмечаем, не отмечаем прироста заболевания. То есть, наоборот, цифры вызывают, в общем-то, такое удовлетворение, что число свежезаболевших студентов и преподавательского, профессорского состава и сотрудников в разы просто, грандиозно в разы сократилось. Теперь, что касаемо о всероссийской программе по вакцинации. Сразу хочу вас заверить, что наше государство и наши ученые имеют пальму перенства среди создания вакцин от этой злосчастной коронавирусной инфекции. Первыми которыми вышло у нас на рынок и в широкое производство, и зарегистрировано, и в том числе попало в топ рейтинг лучших 10 вакцин в мире по классификации ВОЗ. Это разработка института Гамалея, спутник ВИ, который вы уже все прекрасно знаете. Институт Гамалея – это очень, так скажем, высоко ценимый во всем мире и успешный научно-исследовательский институт. С 891 года он в строю, на его счету огромное количество вакцин, разработанных для борьбы с различными инфекциями. И вот как одна из самых успешных, последних их была разработок, это была создана вакцина против лихорадки Эбола, которая с успехом была применена в Африке, в результате чего удалось погасить вспышку этой инфекции. Если рассматривать вакцину спутник ВИ, она двухкомпонентная, состоит она из, сделана она на основе аденовируса, причем двух разных аденовирусов. Кстати, вакцина против лихорадки Эбола тоже сделана на векторе аденовируса. Что такое аденовирус? Это та инфекция, с которой мы, в общем-то, давным-давно уже, тысячелетиями, там, миллионы лет живем, мы к ней адаптировались, мы уже неоднократно переносили эту аденовирусную инфекцию, и она для человечества, в общем-то, не вызывает абсолютно никаких побочных, ну, так скажем, значимых и каких-то таких глобальных пандемических значений. Это традиционная острораспираторная вирусная инфекция, с которой мы сталкиваемся, в общем-то, как я сказал, уже в повседневной жизни. Но фишка заключается вот в чем. Значит, я, как я уже сказал, берутся два различных вируса, абсолютно. Значит, из него удаляется антиген, который ответственный, так, условно скажу, за вирулентность, то бишь, за разность, то есть, они уже инактивированы, и вместо этого гена, который вызывает именно при проникновении в тело человека, в организм человека, воспалительную реакцию, вместо этого гена вставлена цепочка и антиген С-белка вируса COVID-19. Что такое С-белок? Это тот белок, который, если вы помните формулу и внешний вид коронавируса, он весь в шипах. Так вот, эти шипы, на этих шипах находятся С-белки. С-белок, попадая в организм, когда он попадает, он прикрепляется к клетке ткани и вызывает, сразу внедряется в клетку, свою РНК туда впрыскивает, и начинается его массированное гигантское размножение, и, соответственно, вся картина заболеваний. Так вот, когда он прилепляется этим шипом к любой клеток мишени, то вот этот антиген, который внедрен в эту клетку, он не дает этому С-белку приклеиться к клетке. В результате получается небольшая местная реакция, и в результате чего, значит, воспалительной реакции такой бурной нет. В результате того, когда у нас первый компонент вакцины, первый аденовирусный компонент введен вместе с этим антигеном С-белка, на него уже начинает активно вырабатываться антитела. Пик начинается где-то на 19-21 день. Это вот как раз тот момент, когда начинается, вот, как я уже сказал, выработка антител, и это тот пусковой механизм, когда между 19 и 21 днем нужно будет делать вторую вакцину, второй компонент. И вот в этом-то и заключается вся хитрость этой вакцины, что второй-то компонент сделан не на том же самом аденовирусе, а на другом типе аденовируса. И то же самое, он инактивирован, и в результате он называется вектор, инактивированный вирус, он называется вектором. В этот вектор внедрен опять же этот белок, который блокирует, вернее антиген, который блокирует этот белок, и в результате вторая волна выброса антител идет. В результате у нас получается, что если мы его ввели повторно, повторно, а у нас уже есть антитела, то как бы мы закрепляем иммунный эффект и не более того. А здесь ученым как бы удалось, давайте я по-простому скажу, как бы удалось организм обмануть. Мы вроде бы аденовирус-то вводим, но они разные, и в результате этого получается такой мощнейший иммунный ответ. Это как раз уже получается 41, 42, 43 день. И как раз вот в этот момент нужно будет брать повторные анализы у пациента и смотреть, какой же в итоге выход антител получился после вакцинации. Спутник ВИП прошел достаточно серьезные, огромные клинические испытания. И сейчас в данный момент число пациентов, которые прошли испытания, превышает порядка 60 тысяч человек. Причем процент осложнений там какой-то практически незначительный. И что самое удивительное, что после спутника ВИП идет отличный, хороший выход иммуноглобулина G, то есть выработка антител на достаточно большом уровне. И иммунитет после прививки прогнозируемо должен держаться в течение приблизительно 8-10 месяцев. Это точно 100% он будет работать. Кроме спутника ВИП, который самый первый зашел на рынок, который получил аттестацию, который получил сертификаты Всемирной организации здравоохранения, кроме него у нас еще разрабатываются 2 такие вакцины, которые вот буквально в ближайшее время, и сегодня, по-моему, информация уже пролетела, что, по-моему, гамма-коронавак уже поступила в сеть, ну, как сказать, медицинские учреждения на Дальнем Востоке, и сейчас активно прививаются ею военнослужащие Тихоокеанского военного флота. То есть и уже вторая вакцина, она уже заступила. Разница между ними всеми принципиально разная. Если, предположим, мы говорим о, как я уже рассказал про наш спутник ВИП, вторая большая вакцина, которая создается и уже практически готова, это поступит где-то в феврале-марте, она проходит последнее испытание. Значит, она у нас появится, но она основана целиком и полностью по классической, так скажем, технологической цепочке вакцин, когда из, так скажем, из неактивного вируса, из неактивного коронавируса, который инактивирован, из него вот этот убранный С-белок, из которого убран ген, который отвечает за заразность, за воспалительность, но при этом он несет на себе огромное количество других антиген, вот именно эта инактивированная, мертвая, так скажем, вирусная субстанция лежит в основе следующей вот вакцины. Это классическая вакцина, такая как при полиомиелите, такая же была, как при различных других, так же, как при энцефалитах и так далее. То есть, это вот именно создано по классической технологии, она достаточно интересная, но еще пока не зашла к нам на широкое применение, но она появится уже в скором времени. Идут последние клинические испытания, потому что набрать клинических случаев надо, если я не ошибаюсь, то более 30 тысяч человек нужно исследование провести и в разных группах, причем нужно это исследование провести, чтобы ее выставить на рынок. И третья вакцина, которая вот сейчас выходит, она создана целиком и полностью, синтетическая. Там все синтезированы антигены, там все-все-все синтезировано по образу и подобию коронавирусного агента, антигена, и она будет тоже самое вводиться. Эффект, говорят, очень неплохой, но потом перейдем к вопросу о стойкости иммунитета, мы как раз об эту тему с вами обсудим. Поэтому все эти вакцины имеют место быть. Не секрет, что сейчас во всем мире разрабатывается порядка более 200 уже вакцин. Это все известно широко, в средствах массовой информации об этом пишется. Но что самое интересное, вот вы сейчас видите, какая идет шумиха по поводу разных вакцин. Например, вакцина Pfizer, там летальные случаи, она тяжелая, она там хранится в определенных условиях, и так далее, и так далее. Вторая вакцина, которая вот уже на выходе, и она вот уже придет в широкое применение, это компания AstraZeneca, ей можно доверять, но они пошли, помните, я вам рассказывал по поводу того, что у нас два разных аденовируса, а они пошли все-таки на моновирусе, на одном моновирусе, сделали эту двухкомпонентную вакцину на одном и том же составе. Поэтому они заинтересовались спутником ВИ, и в разработку они взяли именно второй компонент нашего спутника ВИ, и скорее всего, вот эта вакцина, которая у них будет, она будет разновирусная, вектора будут разновирусные, и она будет тоже наверняка, скорее всего, крайне эффективна. О продолжительности самого иммунитета. Значит, по, опять же, клиническим данным, что мы имеем на сегодняшний день? Лица, которые переболели в первую волну коронавирусной инфекцией, получили достаточно четкий, стойкий, нормальный иммунитет, но я могу сразу сказать, вот есть определенное количество людей, которые у нас перенесли эту инфекцию, но уровень антител, иммуноглобулинов G, которые находятся в крови, которые отвечают вот как раз за нашу с вами безопасность, он у всех по-разному, то есть после начала заболевания он, конечно, высокий, потом он идет на какое-то плата, и после того, как плата достигнута, он имеет тенденцию постепенно снижаться. Ну, так называется, есть клеточный иммунитет, есть гуморальный иммунитет, гуморальный – это жидкий, где антитела плавают в крови, и клеточный иммунитет – это клетки иммунные, которые отвечают за противодействие любому агенту, который к нам внедряется. Так вот, есть данные, что иммунитет довольно стабильно, нормально работает в течение 6-8 месяцев, чего мы как раз сейчас и наблюдаем. то есть вот эта вторая волна, особенно зимняя волна, которая сейчас к нам пришла вот этой пандемии, есть среди моих знакомых, общих друзей, знакомых и так далее, есть люди, которые повторно заболели, причем заболели достаточно реально. Это говорит о том, что вот этот уровень антител, он реально снижается, и второй контакт, когда получается с этим вирусом, то человек реально может заболеть. Вот поэтому прививка, она как раз и минимизирует наши вот эти риски, она очень конкретно и минимизирует особенно осложнение этой жуткой коронавирусной инфекции, и если мы даже встречаемся уже с этим агентом, то реальность тяжело заболеть, она в общем-то у нас снижается в разы. И уже показано, что эффективность спутника КОВ, вот ВИК, который мы сегодня вводим, она достигает от 90 до 98%, это очень высокий результат. И на основе ее сейчас, как и у Чумакова, как и у Гамалеи, они сейчас разрабатывают так называемую еще вакцину Лайт, которую вы, наверное, слышали. Это как раз будет наверняка однокомпонентная, именно однокомпонентная какая-то вакцина, для того, чтобы сделать как можно больше, такой большой, огромный коллективный иммунитет, чтобы его передачу вируса именно прервать на каком-то уровне. Ну, взять даже бытовой пример, вот нас с вами трое, мы сейчас сидим, разговариваем, причем один из нас условно заболевший, и вот он пришел с заболеванием, но он бессимптомно, течет, а мы двое уже привиты. Но вирус к нам попадает, и дальше он никуда не распространяется. Все, цепочка у него оборвалась, и на этом все дело у него заканчивается. Объясню, значит, мою, лично мою свою точку зрения. Надо делать прививку, или не надо делать прививку? Я считаю так, что есть, у нас с вами есть три варианта развития событий. Первый, самый такой, так скажем, стандартный вариант заразиться коронавирусом, легко переболеть, получить иммунную защиту, и в течение 8-10, а то и до года, месяцев, мы с вами как бы уже под прикрытием своего внутренних резервов иммунных существуем безбедно. Вариант неплохой, согласен в этом плане, но мы чем старше, тем сложнее переносим эту инфекцию, как доказала уже практика. Не все среди нас студенты и молодые люди, студенты, народ хороший, вот среди всех переболевших, которые находились в нашем изоляторе, среди этого количества пациентов у нас только двое студентов тяжело перенесли эту инфекцию. Они были госпитализированы, длительное время лежали в больнице, но тем не менее, исход неплохой, на самом деле все неплохо. Что касается второй группы, более старшей, как правило, эта инфекция вся, как правило, была с осложнениями, с легочными осложнениями. То есть, это пресловутая пневмония ковидная, которая очень тяжело лечится, у которой своеобразное течение, она совершенно атипична от обычной пневмонии, бактериальной пневмонии. Здесь течение другое, этиология немножечко другое заболевание, ну и соответствующая схема лечения, реабилитация очень длительная и так далее. То есть, это все выбивает человека из нормальной жизни и в результате он как полноценно функционировать длительный период уже не может. Это как бы у нас с вами второй вариант. Третий, это 1А, это как бы первый вариант, и тоже с антителами, но с различными потерями. Самое худшее среди этой категории, то есть, болеть, 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 потом заболеть, крайне тяжело, и закончится это все как бы летально. Это вариант имеет место быть, для кого это не секрет. Второй вариант, маловероятный, вот он для совершенно, ну совершенно маловероятный, это не встретиться с этим коронавирусом на протяжении всей пандемии, которая не закончится у нас до тех пор, пока мы не выработаем большой, гигантский, такой массивный иммунитет среди всего населения. Вирус очень крайне устойчивый, вы сами видите, ни жира его, не мучает, ни холод, в холоде он наоборот еще лучше себя больше чувствует, поэтому это вот такой маловероятный вариант, что мы не заболеем и здоровенькими все у нас будет хорошо, хотя есть определенный контингент людей, которые, ну не болеют они и все, тоже уже как бы доказано это. И третий вариант, это вот вакцинация. Ну и вот в результате чего у меня получается такая вот картина, это как рулетка русская, заболел, вот выздоровели я или нет. Вот пример Борис Грачевский, который сегодня нас покинул, он был ковид-диссидентом, не верил ни во что, абсолютно, был открыт, не носил ни масок, он все презирал, ему ничего было не интересно. Чем закончилось? Закончилось все, это, к сожалению, очень печально. Поэтому вот мне кажется, таких вот супер особенных людей, которые, ну вот вообще всему ни почем, у нас очень мало. Поэтому я считаю, наиболее безопасный, наиболее такой оптимальный выход и для себя, и для родственников, и для окружающих, это все-таки действительно это вакцинация. Поэтому хотим мы этого или не хотим, но одно дело, это сезонный грипп, ну вы сами видите, грипп, он как, сезоном он пришел, отбушевался и ушел. Это, как правило, месяц-полтора. Вот. И тем не менее, когда вот он набушевался, огромное количество людей сразу заболевает, он дико контагиозный, он еще более контагиозный, чем коронавирусная вот эта инфекция. Но тем не менее, мы вот как-то вот за такой длительный промежуток времени, сначала это испанки и заканчивая сегодняшним днем, тем не менее, мы как-то справляемся с ним, хотя осложнения у него точно такие же, как у коронавируса. Вот эти тяжелейшие постгриппозные пневмонии, возникающие на 14-й, 15-й, там, 17-й день, вот они как раз крайне тяжелы, они очень лечатся, очень лечатся тяжело, очень плохо поддаются лечению, и как правило, у них очень высокая летальность, вот именно вот этих гриппозных, постгриппозных пневмоний. Статистика это есть, и она приблизительно коррелируется с потерями вот коронавирусной инфекции, то есть это еще вдобавок к гриппозной инфекции, мы получаем еще и вот такую вот заразу, которая нас может вышибить из седла. Поэтому мое мнение и общее мнение вот таких вот разумных, разумного большинства, что прививаться надо. Ковид-диссидентство, как и вообще вот игнорирование вообще любых прививок, это что очень часто муссируется в средствах массовой информации, особенно через средства интернет, сообщества мамочек, которые не хотят прививать своих детей и так далее, и тому подобное, это несет определенный риск вообще. одно дело, они вот как бы о себе заботятся, но ведь они же не живут отдельно в вакууме, они же все равно живут в социуме, то есть если им так вот все хорошо и нормально, то это не значит, что другие не должны страдать от того, что их будут, их родственники, их дети будут болеть и тем самым нести угрозу для окружающих. Это вот как раз один из этих вот вариантов. Кстати, дети легко очень болеют. Достаточно клиника у них смазанная, она такая обобщенная клиника, не выливается что-то в конкретно в тяжелые пневмонии и так далее, вот такие крайне-крайне тяжелые сосудистые осложнения, как у взрослых. Это все переносится легко, но тем не менее детишки, они вот как раз и являются у нас основным таким, тоже один из основных источников распространения этой вирусной инфекции. Ну вот вы сами заметьте, дистант с одной стороны конечно погубен для студентов, потому что они не общаются, нет живого общения с преподавателями, ну как-то вот система обучения немножко сбивается с ног, но тем не менее люди приспосабливаются. И та же самая ситуация у школьников. Мы их разобщили, вроде видите, сейчас какая-то идет более-менее такая стагнация. Ну и вот, сейчас посмотрим, опять начинается новая учебная, четверть и так далее, будет подъем или нет. Но мне кажется, уже вот такого большого пика подъема не будет, потому что уже определенный социум уже переболел. Уже какой-то есть стандартный иммунитет, и поэтому количество заболевших вы тихонечку вот замечаете, что оно потихоньку падает. Много, много еще, много, но потихонечку мы снижаемся. Это вот мое мнение по поводу надо или не надо. Я считаю, что надо. Это вот мое глубокое убеждение, поэтому сам привился и перенес прививку достаточно легко, с хорошим положительным эффектом и с хорошими достаточно, для меня даже было неожиданно, но очень хороший иммунный ответ. То есть, как бы это обнадеживает и радует. То есть, на себе и вся группа, которая у нас прививалась, 10 человек, в общем, у всех все получилось достаточно хорошо. Я считаю, это вот не один, мнение одного, а мнение десяти, да, вот из десяти человек 10 стопроцентных попаданий, это хорошо. Что касаемо вакцинации среди сотрудников университета, сейчас мной проведена, в общем-то, предварительно, получена предварительная договоренность, что мы будем прививаться в первой городской поликлинике, и мне бы хотелось, конечно, организовать нашу прививочную компанию таким образом, чтобы группы, которые будут приходить на прививку, они как бы имели своеобразный зеленый коридор, чтобы без задержки пройти вот эту процедуру, и своевременно, в общем, без больших очередей, без лишней бумажной волокиты, пройти вот эту вакцинацию. К сожалению, к нам приехать прививочная бригада, наверное, не сможет, почему, потому что это декретированные условия хранения самой вакцины, транспортировка вакцины, там процесс непростой, то есть, с минус 18 нужно переложить термосумку, которая будет, или в бытовой холодильник, где будет плюс 5, перед началом инъекции нужно достать вакцину, один флакон рассчитан на 5 пациентов, она должна нагреться до комнатной температуры, после этого только проводится сама инъекция, и, в общем, со всеми разъяснительными там мероприятиями, предварительно, естественно, проходит осмотр врача, который ставит показания, или противопоказания перед прививкой, вот, поэтому, сейчас, в данный момент, в университете готовятся списки желающих по прививкам, по всем высшим школам, и нашим всем подразделениям, уже отправлена информация по электронной почте, координатором является у нас проректор по социальной работе Сергей Эдуардович Сорокин, вот, и копии этих списков, как правило, уже пересылаются мне, чтобы я уже мог формировать группы, которые пойдут на прививочную кампанию. конец января месяца, начало февраля, поступает вторая вакцина, которая будет рассчитана на пациентов 65+, вот, то есть, сейчас мы будем смело, декретировано прививаться людям, которые до 60-65, до 60 лет, а вот эта более возрастная категория, она уже начнет активно, я думаю, прививаться где-то с февраля месяца, и очень надеюсь, что в феврале месяца уже вакцины поступят в нашу близлежащую нашу курируемую нами поликлинику номер 2, в которой можно будет, наверное, более быстрее, более удобнее тут рядом логистически сделать эту прививку, но надеюсь, что это произойдет, это наверняка в феврале месяца, но пока сейчас пробный, вот, как бы, не то, что пробный, а пилотный проект мы сейчас начнем работать вот с первой городской поликлиники. Тяжело, конечно, потому что нагрузка на них большая, соответствующая, но тем не менее. Есть приказ Минздрава России, который вышел в декабре этого прошлого года, значит, первая группа декретирована, которая в обязательном порядке подлежит вакцинации, являются медицинские работники, как я говорил, и на втором месте это как раз все наши преподаватели, то есть, вся сфера педагогики и социальная служба, которая работает непосредственно с людьми. То есть, вот мы как раз попали, не военные даже, не правоохранительные органы, они во вторую группу ушли, а вот именно наши сотрудники попали, как и медики, в первую группу приоритета по прививкам. То есть, это непраздные слова, этого надо учесть. Что касается требований к прививке, скорее всего, потому что часто задаваемые вопросы и всех это тревожит. Основное требование, начало прививочной кампании было, действительно, очень такие требования были серьезные, то есть, надо было сдать ПЦР-тест на наличие в сегодняшний день активной фазы заболевания, нужно было сдать тест на наличие иммуноглобулинов, пройти в поликлинику, взять выписку из амбулаторной карты о наличии хронических заболеваний за последние пять лет и так далее. Сейчас схема несколько упрощена. Значит, основным требованием, вот таким требованием, которые мы предъявляем, это первое, отсутствие острого респираторного заболевания на момент прививки, раз. Второе, нет тесного контакта, чтобы не было тесного контакта с больным ковид-инфекцией. Что такое тесный контакт? Это совместное время препровождения в семье, это совместное застолье, чаепитие, это тесный контакт на работе, где вот они могут, вот реально в одном кабинете, когда общаются, пьют чай вместе и так далее. Вот это, наверняка, вот и есть тесный контакт. Вот как раз угроза распространения этого вируса в замкнутом коллективе она как раз несет в себе угрозу. Отсутствие выраженных аллергических реакций на любые, на антибиотики, на... Вообще, есть люди-аллергики, которые на все очень остро реагируют. Это одно из таких настораживающих моментов перед вакцинацией. Далее, необходимо, это я уже все сказал, и, наверное, наверное, пожалуй, наверное, вот и все, вот это все вот эти требования, которые будут предъявлены. При себе человек, который будет вакцинироваться, должен иметь паспорт, полис и полис. Все, пожалуй, вот, наверное, это и все. Наверное, вопрос возникнет о том, а кому вообще нельзя-то прививаться? Вот список, он большой, но я так вот вкратце для себя выделил несколько моментов самых таких значимых. Ну, это первое, сильно аллергический синдром, обострение хронических заболеваний, ну, как я уже упомянул, острые респираторные заболевания, такие, как всякие ОРВИ, грипп и так далее, и так далее, и так далее. Далее, очень нежелательно прививаться больным, у которых есть онкологические заболевания, которые находились во время лечения, находятся на лечении или ремиссии после химиотерапии и различных терапий, не рекомендуется это проводить. Дальше не рекомендуется делать прививки больным, именно больным гепатитом В и гепатитом С, соответствующих к ним присоединяется еще и вирусная ВИЧ человека это тоже является противопоказанием. Косвенно, косвенно, ну так условно косвенно, это острые инсульты, инфаркты, это естественно в острой фазе, но пост ишемический синдром не является противопоказанием к прививке, только в острой фазе, ну вот, и также мамочки, которые планируют зачать ребенка или уже на ранних стадиях беременности тоже не рекомендуется делать прививки. Иммунитет может быть нестойкий, люди по-разному переносили коронавирусную инфекцию, кто-то тяжело, с большим выходом антител, которые долго циркулируют в крови, имеют мощный клеточный гуморальный иммунитет и он как бы продолжает работать, что нам и показывают контрольные анализы, тестирования на антитела, на антитела. От 0 до 12, крайне низкий иммунный ответ, но антитела есть. Это вот как раз та категория пациентов, которые переболели в первую волну и вот они сейчас сдают свои анализы, антитела у них есть, но уровень низкий. Они все 100% подпадают под повторную вакцинацию. Все, 100%. Только при, как я уже сказал, без наличия противопоказаний, о которых я говорил выше. Вторая категория, это вот как раз среднее количество иммунных тел от 10 до 15, то есть это как раз вот это 50-50. То есть можно делать, можно не делать. Ну, я считаю, что, наверное, даже можно не делать. Почему? Потому что уровень антител достаточный и его еще хватит для того, чтобы безбедно в течение определенного количества времени, до 10-12 месяцев с ним жить. Ну, и третья группа, самая такая козырная, которых антител просто от вольного, они могут быть чуть ли не донорами плазмы даже в этом плане и им бояться уже абсолютно нечего. Вот это, что касаемо переболевших. Естественно, никто не пойдет прививаться после ковида, который перенесен месяц назад, два месяца назад. Ну, смысла нет, это вообще-то просто, ну, это логика. И так-то организм еле-еле справился, слава Богу, справился, и у него все уже хорошо, так что зачем еще какая-то дополнительная иммунная нагрузка? А вот именно, как я сказал, первая категория и условно вторая, ну, вот это вот как раз является тем показанием для вакцинации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok